В общекомандном зачёте азербайджанская команда стала второй на молодёжном первенстве планеты под дзюдо в Загребе, пропустив вперёд лишь Японию, которая традиционно сильна в этом виде спорта. При том, что участие в турнире принимали около 600 дзюдоистов из 83 государств мира. В итоге представители Азербайджана завоевали пять медалей. Ида от Гейдаров и Зелим Хоцоев стали чемпионами, Керамет Гусейнов и Натик Гурбанла удостоились серебра, тогда как в женском зачёте отличилась Назаки от Азизова, занявшая третье место. На пресс-конференции в Баку было отмечено, что подготовка к соревнованию проходила нелегко, так как всего за месяц до чемпионата мира состоялось молодёжное первенство Европы, где сборная Азербайджана также выступила успешно, завоевав семь медалей в личном зачёте и став лучшей в командных соревнованиях. Помимо этого, как отметил главный тренер молодёжной сборной Эльчин Исмаилов, на этот раз азербайджанским дзюдоистам не повезло с жеребьёвкой. Из первых же этапов им доставались сильные соперники. Относительно успеха азербайджанских дзюдоистов в Загребе высказался и глава отдела спорта Министерства молодёжи и спорта Фарид Мансуров. Столь успешное выступление нашей команды на молодёжном первенстве мира – это историческое событие. Сегодня Федерация дзюдо Азербайджана демонстрирует хорошие результаты. Федерация преуспела в своей подготовке к соревнованиям и организации турниров. Кроме того, спортсмены демонстрируют хорошие результаты на соревнованиях. Уверен, что недавние успехи азербайджанских спортсменов на чемпионате мира по дзюдо среди молодёжи увеличат количество людей, желающих заниматься дзюдо в Азербайджане. По словам генерального секретаря Федерации дзюдо Эльмара Бабанлы, в декабре пройдёт чемпионат Азербайджана, в котором примут участие все сильнейшие дзюдоисты страны, включая призёров международных соревнований. Данный турнир позволит тренерам как заметить новые таланты, так и сформировать составы сборных команд, ведь уже в следующем году Баку примет чемпионат мира среди взрослых. Октай Атаев, Эльвин Гаджалиев, Си-Би-Си.